Музыка Здравствуйте, дорогие друзья! Вот мы снова встретились у меня на кухне. Сегодня мы с вами приготовим очень вкусные и пышные жареные пирожки на дрожжевом тесте с картофелем и с тушеной капустой. Рецептом этих пирожков со мной поделилась моя любимая бабушка. Она их готовила просто изумительно. Пирожки получаются очень пышные, вкусные, с тонким тестом и с большим количеством начинки. Ну что ж, давайте посмотрим, что нам для этого понадобится. Для того, чтобы приготовить вкуснейшие, пышные, жареные пирожки на дрожжевом тесте, я буду использовать следующие ингредиенты. Для теста мне понадобится 600-700 грамм муки, 1 маленькая пачечка, у меня 42 грамма, мокрых прессованных дрожжей, 500 миллилитров сыворотки, можно использовать и обычную воду, соль по вкусу, 35 грамм подсолнечного рафинированного масла, 2 столовые ложки сахара. Для начинки, для этого теста, для этих пирожков, может подойти любая начинка, как сладкая, так и соленая. Я сегодня буду жарить пирожки с картофелем и с тушеной капустой. Также нам еще понадобится мука для работы с тестом и подсолнечное рафинированное масло для работы с тестом, для того, чтобы пожарить пирожки. Ну что ж, приступаем к приготовлению! А сейчас мы с вами приготовим тесто. Для этого я взяла сыворотку, вылила ее в мисочку, я ее подогрела, она у меня тепленькая. Вместо сыворотки можно использовать обычную теплую водичку. Теперь в теплую сыворотку я добавляю дрожжи и сахарок, чтобы подкормить дрожжи. И все перемешиваю до растворения дрожжей. Дрожжи у меня полностью растворились. Теперь в эту массу добавляем подсолнечное рафинированное масло и щепотку соли. И снова все перемешаем. Я все перемешала, а сейчас порциями добавляем муку. Нам нужно замесить такое мягкое и эластичное тесто. Оно не должно быть тугим, оно должно еще немножко липнуть к рукам. Я уже порциями добавляла муку в тесто. Вот такое оно уже получилось по консистенции. В рецепте я указала приблизительное количество муки. Вы ориентируйтесь по своему тесту. Может вам понадобится немножко больше, может немножко меньше. А сейчас рабочую поверхность присыпаем мукой, высыпаем на нее тесто и снова все вымешиваем. Тесто с мукой я уже вымесила. Вот такое оно должно получиться по консистенции. Видите, оно вот еще вот так вот прилипает к поверхности и к рукам. Но держит уже форму. На этом этапе я уже не буду добавлять муки. Я сейчас беру подсолнечное рафинированное масло, смазываю руки. Сейчас смажу поверхность. И еще буду вымешивать тесто приблизительно 1 минуту. Тесто я уже вымесила. Вот такое оно должно получиться по консистенции. Неплотное, вот такое мягенькое. И вот так вот, видите, оно немножко липнет к рукам. Теперь я беру чистую сухую миску, выкладываю тесто в миску, накрываю чистым полотенцем и оставляю его в теплом месте для того, чтобы оно поднялось где-то в 2-3 раза. И стало таким пышным и пузырчастым. Перед тем, как приступать к приготовлению самих пирожков, изначально я готовлю начинку. Как я вам уже сказала, сегодня я буду жарить пирожки с картофелем и с тушеной капустой. С картофелем больше любит мой муж, ну а я обожаю пирожки с тушеной капустой. Тушеную капусту я делаю накануне. Вчера вечером вот я и стушила, а сегодня вот буду печь пирожки. Видеорецепт приготовления тушеной капусты вы можете посмотреть на моем канале в моих видео. Ссылку я оставлю в описании под этим видео. Только я там готовлю капусту с яблоками. Тоже получается очень вкусно. Вы можете воспользоваться этим рецептом. А можете просто стушить без добавления яблок. Тоже будет очень вкусно. По поводу картофеля. Я картофель почистила, отварила его просто кусочками. Слила всю воду, добавила к картофелю обжаренный на подсолнечном рафинированном масле лучок, соль, перец черный молотый по вкусу и превратила его в такое вот густое однородное пюре. Начинка для пирожков обязательно должна быть комнатной температуры. Не горячей и не холодной. Для этого теста подойдет любая начинка. Как сладкая, так и соленая. Так что можете сделать жареные пирожки на дрожжевом тесте с начинкой на ваш вкус. Тесто у меня уже хорошенько поднялось. Смотрите, какой он стал такой воздушный. Смотрите, сколько пузырьков много. Тесто просто супер получилось. Теперь поверхность присыпаем немножко мукой и высыпаем на поверхность теста. Теперь руки нужно смазать подсолнечным рафинированным маслом. И сейчас мы будем делать лепешечки. Вот такие вот по величине нужно сделать лепешки. Лепешки я все сформировала. Теперь приступаем к самому интересному. Будем лепить пирожки. Поверхность рабочую немножко присыпем мукой. Возьмем одну лепешечку. И вот так вот пальчиками сделаем с нее такую плоскую лепешку. В центр лепешечки теперь выкладываем начинку. Не жалеем начиночки, так как это мы делаем для себя, чтобы было побольше, повкуснее. И теперь защипываем как варенье. Немножко подгибаем вот эти вот края, переворачиваем. И вот такой вот красивый у нас с вами получился пирожок. Вот таким вот образом я сформирую все пирожки. Я уже сформировала все пирожки. Вот такие они получились красивые, такие вот большие. Пока я сформировала вот последний пирожок, первая партия пирожков у меня вот так вот хорошо увеличились в объеме. Я их буду обжаривать на сковороде, на растительном масле, на среднем огне. До такого золотистого, красивого цвета. Первую партию пирожков я уже обжарила. Смотрите, вот такие они получились, такие вот пышные, румяные, вот с одной стороны и с другой стороны. Вот такие вот красавчики получились. Готовые пирожки я выкладываю на блюдо, заселенное бумажным полотенцем, для того, чтобы убрать лишний жир. И таким вот образом я обжарю все пирожки. Жареные пирожки на дрожжевом тесте с картошкой и с капустой готовы. Вот такие они получились пышные, вот такие вот красивые, румяные. Смотрите, вот какие мягенькие получились. Вот внутри, сколько вот много начинки. И тонкое получилось тесто. Я люблю такие вот большие пирожки. Из указанных ингредиентов у меня получилось 15 пирожков. Но вы, если хотите, вы можете сделать их по размеру меньше. И тогда у вас их будет больше. Я люблю взять один пирожок, вот так вот хорошо его скушать, получить удовольствие и наесться. Вот этим вот чудесным рецептом приготовления жареных пирожков в свое время поделилась со мной моя любимая бабушка. Она готовила их просто чудесно. Вот и я сейчас готовлю по ее рецепту. И всегда пирожки расходятся на ура. Я надеюсь, вам понравится этот рецепт. И вы обязательно его приготовите. А с вами была Наташа Пархоменко. Смотрите мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки. А я буду радовать вас новыми вкусными рецептами и полезными советами. Приятного аппетита и до новых встреч!